Ольга Валерьевна, расскажите, пожалуйста, о текущей ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За прошедшие сутки на территории республики выявлено 107 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них на город Якутск приходится 70 случаев. В Амгинском и Мирненском районе по 5 случаев. В Алданском, Хангаласском и Чуропчинском по 4 случая. Зарегистрированы также единичные случаи в ряде районов республики. Органами управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения через учреждения, больницы выявляются все ближайшие контакты и изолируются для того, чтобы непосредственно не дать распространение коронавирусной инфекции. Оценивая сегодня состояние по санитарно-эпидемиологическому благополучию в республике, необходимо обратить внимание на то, что вновь тенденция связана с тем, что большинство заболевших находится в столице нашей Родины. Опять же, Родины, малой Родины, в городе Якутске. Опять же, необходимо обратить внимание на тот момент, что все контакты, которые у нас сегодня есть, они в основном носят корпоративный характер. Поэтому оперативный штаб еще раз обращается к руководителям учреждений, которые работают на территории республики. Как можно больше принимайте мер, как направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия, также и на направление людей на удаленный режим работы. Потому что именно такой порядок лишь только позволит нам сегодня всеми совместными усилиями избежать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. За сутки зарегистрирован один летальный случай. Но необходимо обратить внимание, что у нас достаточно высокий процент больных находится сегодня в тяжелом состоянии, и в том числе на койках, которых в республике достаточно, с аппаратами искусственной вентиляции, легких, кислородной поддержки. Так же, как и всем больным, мы желаем им выздоровления. Всем, кто сегодня непосредственно живет в нашей республике, очень важно понять, и об этом говорит глава республики постоянно, что мы можем победить эту болезнь только все вместе. Как путем соблюдения санитарных норм, так и организацией непосредственно обеспечения этих санитарных норм со стороны руководителей, со стороны глав муниципальных образований. Каждый на своем рабочем месте. Сегодня лабораториями республики обработана в целом за весь этот период уже больше 517 тысяч тестов. Это действительно одно из самых высоких тестирований на территории вообще страны. В сутки лаборатории работают и делают, и за последние сутки, 5000 тестов. Нужно обратить внимание на то, что были определенные сложности, и поступали в том числе и жалобы в социальные сети, о задержке непосредственно результата. Я думаю, что при такой нагрузке наши 14 лабораторий, они будут справляться, и мы, соответственно, примем все меры для того, чтобы, безусловно, как можно быстрее выдавать результат. Но необходимо обратить внимание на то, что сегодня базовая задача, которую ставит глава, и сегодня непосредственно эта ответственность в том числе и муниципалитетов, это привлечение к ответственности и ответственность каждого, кто находится на своем месте. Так, муниципалитетами сегодня усилена работа административных комиссий. В городе Якутске за прошедшие двое суток была приостановлена работа порядка 10 автобусных маршрутов, там, где выявились непосредственно нарушения именно масочного режима. Также непосредственно в ряде муниципалитетов штрафуются учреждения не только торговли, но и учреждения, в том числе, которые допустили, например, нарушения. Так, нарушение у нас допустило буквально на прошлой неделе одно из управлений социальной защиты на территории нашей республики, тогда, когда не обеспечило соответствующие безопасные условия нахождения людей при приеме. Соответствующие меры приняты, и мы всегда рады тем непосредственно обращениям граждан, которые нам пишут о том, что есть какие-либо недоработки. Таким образом, мы совместно разрешаем эти ситуации. Кроме того, по административной комиссии, в том числе города Якутска, за эти два последних дня отработали уже повторные нарушения, и относительно ряда торговых организаций города Якутска подано обращение в суд о приостановлении их деятельности. Не хотелось бы нам этого допускать. И это мы можем сделать только все вместе, для того, чтобы приостанавливать чью-то работу, в том числе по решению суда. Но нормы санитарные мы обязаны соблюдать. Тогда и выявленных случаев будет намного меньше.